Друзья, всем привет! В эфире программа обо всем самым интересном, что произошло в сети Иннет. Сегодня покажем вам, как снеговики отпугивают воров, увидите, что даже в собственном туалете нельзя чувствовать себя в безопасности, а еще узнаете, что у 40 кошек похожих появился серьезный конкурент. Но начнем мы с трэша, который произошел на днях в Москве. Там пенсионерка не захотела отдавать внука соцслужбам и пообещала, если не отстанут, выбросить мальчика из окна. Пожилая женщина устроила настоящее представление, чтобы привлечь внимание СМИ. Все дело в том, что мать трехлетнего Миши лишили родительских прав. И чтобы малыш не оказался в приюте, его прабабушка оформила временную опеку. Но это не сработало, соцслужба оказалась на пороге. Бабушка впала в истерику и не собиралась отдавать ребенка без боя. В итоге пришлось вызывать спасателей. Малыша передали медикам, бабулю – полицейским. Теперь на нее завели уголовные дела аж по двум статьям – незаконное лишение свободы и угроза убийством. Просто такая сильная любовь. Снег, который наконец-то решил пойти, обрадовал далеко не всех. Особенно страдают водители. Очередной день жестянщика отметили сразу 15 автолюбителей. На трассе под Магнитогорском произошло серьезное ДТП. Полтора десятка автомобилей, грузовые газели, легковушки и даже КАМАЗ стали жертвами сильной метели и, разумеется, невнимательности одного из водителей. Как итог, выбитые стекла, помятые багажники, куча потерянного времени и непреодолимое желание по душам поговорить с виновником ДТП, который, кстати, спрятался от праведного гнева в своем авто. Каким-то чудесным образом обошлось без жертв, если не считать автомобилей, конечно. Пока в России водители разбираются с последствиями снегопадов, за границей люди развлекаются на пенной вечеринке. Правда, приходить на нее они совсем не хотели. Тусовка организовалась спонтанно. На улицах Каталонии сейчас вот так. Испанские города накрыло метровым слоем морской пены. Все из-за урагана Глория, который решила брушиться на Средиземноморье. На самом деле пена, которая колышется себе на узких улочках, облепляет дома и просто летает в воздухе, не самое страшное. Хуже – семиметровые волны, которые периодически накрывают жилые дома и смывают людей. Вот вам и курорт. Нет уж мы лучше в горы. Ни за что не угадайте, чем занимались жители многоэтажки в Туле. Причем в этом непростом деле им помогали сотрудники местного экзотариума. Ярких красок в серые будни туляков добавила змея, которая выползла из унитаза. Жительница Тулы едва не загремела в местную больницу с инфарктом, когда утром зашла в туалет и обнаружила там разноцветную змею. На крики женщины прибежал ее сын. Он же вызвал спецов, которые должны были спасти семью. Однако полос, который испугался, судя по всему, не меньше, оперативно ретировался обратно в канализацию. Было принято решение оповестить всех жильцов многоэтажки, чтобы в туалет ходили осмотрительно. Но самое главное, постарались бы в состоянии аффекта не убить змею, ведь она ни в чем не виновата. Не знаем, удалось ли поймать гада, но женщине сочувствуем. Такого натерпелось. Хотя маленький полос – это вам не двухметровый питон, который путешествовал точно таким же способом, только уже в Перми. Многодетная мать обнаружила змею в туалете и вызвала спасателей. Те питона из унитаза вытащили и отвезли к себе, а он и не сопротивлялся. Спасатели сообщили, что будут ждать, когда за своим экзотическим питомцем придет хозяин. А если не придет, то оставят у себя. Будут, наверное, с собой на вызовы брать, чтобы помогал. Бесплатно его, что ли, кормить? В премию «Неудачник года» мы решили вручить незадачливому грабителю, которого смог напугать обычный снеговик. Да так, что злоумышленник едва не лишился добычи. Жители Колорадо установили возле дома надувного снеговика. Глаз радует, детишек развлекает. Но как-то вечером в дом наведался грабитель. Предприимчивый товарищ решил забрать с собой то, что плохо лежит, и умыкнул посылку, которая лежала на крыльце. Окрыленной у дачи он поспешил к машине, но случайно задел снеговика. Споткнулся, почти упал и выронил украденную коробку. Со стороны действительно кажется, как будто снеговик всеми силами пытается схватить вора. Он так перепугался, что даже не смог закинуть свою добычу в багажник автомобиля с первого раза. Зря, кстати, пережил столько испытаний. В посылке был всего лишь собачий корм. Существует немало пословиц и поговорок, смысл которых сводится к одному. Неважно, как ты выглядишь, тебя все равно кто-нибудь да полюбит. Народную мудрость подтверждает героиня нашего следующего видео. Пользователи фейсбука были растроганы историей необычной хаски по имени Джубили. Пару лет назад хозяин сдал ее в приют из-за необычной внешности. Из-за редкой особенности глаз собачка больше похожа на работу таксидермиста, чем на красавицу хаски. Сотрудники приюта решили опубликовать письмо от имени Джубили, где объяснили, что она такая же, как все. Игривая, добрая, отзывчивая и очень ласковая. После этого хаски приобрела известность. За право забрать Джу развернулась нешуточная борьба. Отдали же ее семье, которая подала заявку на удочерение еще до мировой славы. Теперь у Джубили есть не только любящие хозяева, но и друзья. У пары еще два прекрасных песеля. Обычно в путешествии мы берем с собой семью, любимых или друзей. Пойти против системы решила американка, которая в каждую поездку берет с собой не маму или лучшую подругу, и даже не бойфренда, а медведя. Большого красного плюшевого медведя, которого зовут Альфред. Его девушке подарили друзья. Игрушка настолько понравилась дамочке, что она начала брать ее с собой буквально повсюду. Медведь побывал на работе 26-летней женщины, регулярно обедает с ней в кафе и ресторанах. А когда Эми, так зовут оригиналку, отправилась в Иорданию, то, конечно же, прихватила с собой и Альфреда. Там он катался до верблюда, лошади и осле и стал любимцем туристов и местных жителей. Что-то нам подсказывает, что сорока кошкам нужно срочно придумывать новую маркетинговую кампанию. Совсем недавно православные всей страны отметили праздник Крещения Господня и оставляли в купелях не только свои грехи. Смотрим. Эти кадры сделаны в Казахстане. Возле купели настоящая свалка. Носки, трусы, купальники, сланцы, полотенца и даже пустые бутылки с подспиртного отмечали праздник однозначно с размахом. Нет, мы понимаем, конечно, что после погружения в ледяную воду многие стремятся как можно быстрее выскочить из Иордании и в спешке теряют обувь. Но ведь не половина же гардероба. Надо спросить у наших спасателей, может, и они что-то интересное после Крещения из проруби выловили. А сейчас ловите самое позитивное видео в нашей подборке. В Новокузнецке живет кошка, которая благодаря мастерству ветеринаров снова смогла ходить. Ей сделали протезы на все четыре лапки. Ну вот, Дымочка, и приехали мы домой. Ехали долго, мучились, устали. Выходи. Дымке не повезло. Ей пришлось три месяца жить на улице. В 30-ти градусные морозы это оказалось чревато. Британская веслоухая отморозила себе нос, хвост и все четыре лапы. На счастье, кошка попала сразу в несколько заботливых рук. Ее на дороге подобрала пенсионерка Нина Полосухина. Приютила, обогрела и отвезла к ветеринару. Хирург Сергей Горшков сделал для дымки протезы на все четыре лапы. Сейчас кошка чувствует себя прекрасно. На этом сегодня все. Не забывайте присылать нам интересные видео в WhatsApp или в группу телеканала ВКонтакте. Всем отличного вечера и пока-пока!